Наше здоровье и их работа. 17 июня медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. О людях в белых халатах, о тех, кто уже не один десяток лет исцеляет от недугов и о выборе профессии расскажет Иван Маслов. Рапорт изучения результатов анализов и обход больных. Так начинается рабочий день у Ирмы Вебер вот уже почти 45 лет. Она стояла у истоков городской нефрологии, а сейчас возглавляет отделение в первой городской больнице. Признается, в детстве часто общалась с медиками, видела, как они заботятся о пациентах, так и появилось желание помогать людям. Я когда заканчивалась, училась в медицинском училище, жила в Черябинске, там металлургический район такой же, как и здесь, потом металлургический город. И я видела санитарочек еще на практике, которые работали в госпитале. Я видела, как они работают, как они относятся к больным, как к раненым, наверное, в свое время, да, очень по-доброму. Помогали им во всех проблемах, которые у них там появлялись. Вот, видела медицинских сестер, видела отношения медиков ко мне. И просто это вот такой стиль, наверное, жизни. Своей профессией Ирма Яковлевна посвятила жизни даже при общении. Она больше говорит о пациентах, чем о себе. Выдержке врача можно позавидовать. Часто больных доставляют в тяжелом состоянии, некоторых – без сознания. За год стены отделения посещают около тысячи человек. Специалист говорит, в организме все взаимосвязано, потому секрет лечения в командной работе специалистов. Работа, как любого, наверное, любого медика, это не только одного человека, да, ни одного, допустим, профиля, а это работа целого коллектива. Это и терапевты, это и кардиологи, это и урологи, это хирургические направления, сосудистые врачи, потому что приходится делать операции иногда неоднократные, если не удается сделать из собственных тканей больного, так называемый сосудистый доступ, называется он артерио-венозная фистула, приходится даже протезировать. О важности командной работы знает и Максим Безмельницин, хирург в медицине 19 лет, шесть из которых практикует и в единственном отделении коллапрактологии в Магнитогорске. Врач признается в деятельности непросто, а в основном из-за самих пациентов. Говорит, люди часто стесняются своих проблем и обращаются поздно. Человеческий организм это самое совершенное из чего-то созданного на Земле, так что много информации, много знаний требуется, в общем-то, обширные, не только по узкой специальности, а то есть кругозор врача должен быть, он немножко должен быть и терапевтом и так далее. Вы знаете, становиться трудно хоть кем, то есть нужно просто отдаваться своей работе, отдаваться начиная с учебы и посвящать себя этому. И тогда, в принципе, будет результат, я думаю. Профессия уважаемая и непростая, потому лучших в ней определить сложно. Но региональному министерству здравоохранения это удается. В очередной раз 50 человек со всей области были отмечены губернаторской премией. В их числе и Лариса Инопина, врач третьей городской больницы. Женщина вспоминает, когда училась и педиатрией, и не думала, но позже в своем выборе не разочаровалась. Моя мама работала много лет медицинской сестрой и как-то не обсуждала, что я также продолжу свой путь в медицине. И дети, это было решение какое-то, скажем, спонтанное, именно выбор быть детским врачом, о чем я никогда не пожалела, потому что дети – это наше будущее. Общаться с ними всегда приятно и полезно. И масса положительных эмоций, приносит много положительных эмоций. Всего же премии губернатора в этом году удостоили 7 магнитогорских врачей. Каждый лауреат получил по 50 тысяч рублей. Иван Маслов, Вадим Бутаков, Александр Маргунов, информационная служба Метео, группы Знак.